Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Ксения Колесниченко, программист компании BioConsult. Сейчас мы будем выполнять задание со звездочкой четвертого дня марафона Дета-Йога по Кликсенсу. Сегодня, кстати, будет единственный случай, когда мы будем одновременно использовать материалы сайта. Начнем мы с того, что создадим новое приложение и назовем его, например, Day4. Жмем кнопочку Создать. Открываем это приложение и подгружаем данные. Мы подгружаем данные, которые хранятся у меня на рабочем столе. Обращаю ваше внимание, что здесь есть, во-первых, два листа. Есть лист с исходными данными. Вы наверняка его посмотрели. Здесь ID товара данные и месяцы, и, соответственно, продажи по ним. Есть справочник, который автоматически не подгрузился, но мы его нажмем кнопочку, чтобы он взялся. Кстати, обращаю ваше внимание, что если вдруг вам нужно не первую строчку взять в качестве заголовка, а вторую, то нужно просто нажать плюсик. Если имеются встроенные имена. Если встроенных имен не существует, то мы ничего не нажимаем. Так, ну и, собственно говоря, жмем кнопочку Добавить данные. И вот у нас появилось две вот таких таблички. Если вдруг у вас есть возможность посмотреть, какие столбцы существуют. Мы идем в редактор загрузки данных для того, чтобы выполнить все задания, которые существуют здесь в программе. Первая задача – это загрузить исходные данные в проект, используя префикс кросс-тейбл. Ну, собственно говоря, с чего мы начинаем. Да, у нас уже есть... Так, мы начинаем с того, что мы нажмем кнопку Разблокировать, иначе у нас не получится внести изменения. У нас есть таблица исходные данные, которая называется у ребят из Data Yoga Extract Sale Temp. Давайте начнем с того, что мы ее переименуем. Просто скопируем название. И заменим. Второе, что нам необходимо сделать, да, это использовать префикс кросс-тейбл. Мы берем и используем префикс кросс-тейбл. Префикс кросс-тейбл. И ставим его перед лодом. Мы используем этот префикс для того, чтобы нормализовать данные. То есть, чтобы у нас вот из такой широкой таблицы, да, из такой широкой таблицы получилась таблица с тремя столбцами. Мы оставим название ID товара прежним. Это нам будет очень удобно в будущем. Следующее. А, ну да, и конечно, лучше... Вот у нас здесь октябрь не очень удобно смотрится, да. Он написан как окт. Мы напишем его не как... Чтобы он отображался не как окт-18, а как октябрь 2018 года. Да, для этого используем alias. Далее. Следующий пункт. Необходимо создать маппинг таблицу для замены значений периода на корректный формат дата. Мы точно так же идем к следующей таблице и копируем ее для удобства. Мы здесь для нашей программы задаем задачу, чтобы он загрузил название периодов и дал им соответствующее значение в качестве даты. Соответственно, набрав сентябрь 2018, при определенных случаях, мы сможем увидеть числовой формат этой даты. Третий пункт. Это необходимо заменить текстовые значения периода на корректный формат даты, используя функцию apply map и уже созданную маппинг таблицу. Мы копируем apply map, но я обращаю ваше внимание на то, что я расшифрую каждое значение, конечно. Мы создаем таблицу. Вот у нас есть уже одна таблица extract-sail-temp. Сейчас у нас создана маппинговая таблица, таблица сопоставлений. Да, и сейчас мы будем заменять данные. Здесь есть пункт такой, который называется resident extract-sail-temp. Это значит, что данные вот в эту таблицу, вновь созданную extract-sail, мы будем подтягивать из уже существующей, временной. Что мы сюда подтянем? Мы сюда подтянем ID товара. только мы его, пожалуй, вот так вот напишем. Мы подтянем сюда продажи. Да, вот это поле, оно здесь существует уже. И третье, что мы сделаем, это подгрузим apply map. Причем обращаю внимание, что сначала мы смотрим вот на вот эту часть выражения. Что означает данное выражение? Это выражение означает, что мы берем из календар, мы берем поле период, причем мы его берем из extract-sail-temp, а также берем таблицу сопоставления и сопоставляем поля, и у нас получается дата. Кроме того, мы применяем функцию date, то есть создав выражение для того, чтобы у нас был тот формат даты, который нам удобен. Чтобы, во-первых, это отражалось как дата, во-вторых, чтобы он был написан в том формате, который мы знаем. День-день, месяц-месяц, год. И называем его дата. После этого мы удаляем временную таблицу drop table extract-sail-temp. Далее, следующий пункт. Следующий пункт – это обогатить данные справочной информации из листа справочник. Что это означает? Это значит, что вот у нас сейчас существует таблица, в которой три столбика. Нам необходимо сделать из этой таблицы в три столбика. Как раз у нас есть айдишники. Мы к данным айдишникам при помощи функции left join присоединяем другие столбцы. До этого мы пишем left join таблицы extract-sail. load. Load – это означает загрузка, да? Загружаем. Айди товара. Вот мы тоже его оставим. В общем, обратите внимание, что нам нужно вот такое же название – айди товара, чтобы описалось именно вот так – айди товара. вот так – айди товара. Затем мы присоединяем название, столбцы названия, тип сыра, молоко и другие. Здесь одно поле, которое лишнее, да? Хотя вы можете его и не удалять. Ну, собственно говоря, последнее задание, которое нам необходимо сделать – это проверить полученные данные и сохранить результирующую таблицу в QVD файл. Ну что ж, давайте это сделаем. Делается это на самом деле совсем нетрудно. Нам нужно написать поместить таблицу extract-sail into и дальше нам необходимо указать путь данных. Ну, на самом деле, это делается… Можно давать ссылкам на библиотеку. Мы можем посмотреть, что автоматически относительно… Ну, у нас здесь относительные пути применены, да? Мы можем сохранить файл по такому адресу, да? К источнику данных, например. Только назовем их например, extract-sail. Формат данных у нас, конечно же, будет совсем другой, QVD-шный. И не забываем ох точку запятой. Мы ждем кнопочку загрузить данные. Вот видим, что у нас успешно все загрузилось. Закрываем. И теперь мы можем открыть папочку исходный источник данных, куда у меня все сохранилось. и мы видим, что вот появилась вот эта таблица экстракции. Я могу ее открыть при помощи программы Easy Click Viewer. Да? Есть реальные версии. Ну, вот вы видите, что вы можете посмотреть, какая у нас получилась табличка. Ну, собственно говоря, вот мы и выполнили наше задание. Также вы можете посмотреть, как это выглядит теперь в модели данных. У нас осталась одна таблица, в которой собраны все данные. до скорых встреч при решении других задач. Всего доброго! до скорых встреч до скорых встреч Продолжение следует...